Дашима Дашиева студентка. Сегодня девушка пришла на вакцинацию. Первое, почему делает прививку, хочет защитить себя и близких. Во-вторых, в учебном заведении соблюдает требования Роспотребнадзора. Сейчас без вакцинации я поняла, что никуда не пойдешь. Нужен везде QR-код, на работу устраиваться, то же самое. Сейчас многие ставят себе диагнозы в интернете, становятся специалистами в разных сферах – в образовании, криминалистике и той же вирусологии. Диванные критики не умолкают. Статистика же заставляет задуматься. Дашима признается, что и сама долгое время думала. А стоит ли вакцинироваться? Изучив научные статьи, мнения экспертов, друзей и родственников, которые сделали прививку, тоже пришла в поликлинику. Когда вакцину уже поставил человек, если ты даже уже заразился коронавирусом, то болезнь протекает в легкой уже форме. Будет намного легче приносить. Ну все, поэтому решила. А так до этого ни разу не болела. Пандемия наглядно демонстрирует, насколько она опасна для всего общества. В свое время вакцинация помогла человечеству справиться с бушующими эпидемиями. Благодаря тому, что большинство граждан прививаются от столбняка, полиэмилита, краснухи, они практически уничтожены. Ревакцинация очень важна в связи с тем, что по истечении времени, сейчас на фоне исследований доказано, что снижается иммунитет после проведения первой вакцинации, а также после перенесенного заболевания. Ревакцинацию рекомендовано проводить через 6 месяцев после перенесенного заболевания или после первой вакцинации. Состояние и показания прививки осматривает врач в любом случае перед проведением, потому что люди могут прийти и с повышением температуры, и с изменением. Поэтому в любом случае перед проведением ревакцинации все равно проводится осмотр врача. Очень востребован спутник лайт однокомпонентный. Также можно проводить и спутником ВИ, и ПИВАК, и ЛИКВИВАК, в зависимости от наличия вакцины и от показаний у пациента. Вакцина позволяет добиться формирования иммунитета. Прививка делает вирус управляемым, обеспечивает безопасность и эффективность, говорят специалисты. В том числе для людей старшего возраста. Андрей Колосов, Олег Степанов, Первый Матищинский.